Вручение награды победителям мы приглашаем на сцену публициста Александра Невзорова. Ну вообще, конечно, интересный выбор. Я ведь понимаю, да, что нынче и вся Россия в целом, и Петербург рассматривается как такой затерянный мир Канан Дойля, где летают политические птеродактилы, где бродят трицератопсы. Это такой мир политических раскопавшихся зомби, мракобесия, маразма. Но по удивительному стечению обстоятельств на этой сцене за моей спиной оказались, в общем, не самые худшие. Особой симпатии я к ним не испытываю тоже. Но, тем не менее, надо признаться, что на том кошмарном, мракобесном фоне, который является собой нынче законодательное собрание, эти существа – это просто что-то ослепительное по своей разумности. Конечно, это на контрасте, не будем оборщаться. Но, тем не менее, в общем, как говорил Николай Васильевич Гуголь, чахоточного среди них никого не было. Давайте подарки. Да, надо сжать зубы и все-таки наградить Александра Глебовича. Итак, у нас получают дипломы. Оксана Дмитриева. Ой, подожди, подожди. Еще мне сказали, что будет какой-то стеклянный шар для Макарова. Стеклянный шар для Макарова. Я надеюсь, что... Надо дождаться просто. Подожди. Где шар? Шар мы отдадим позже, чтобы вы могли его передать лично. Да, я надеюсь, что шар наполнен цианистым калием и хватит всему законодательному собранию и Макарову лично. Александр Глебович, отдайте диплом.